Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будет очень много слов и очень мало музыки. Причина — всё тоже нашумевшее видео в социальных сетях, где сумасшедшая эстонская тётка на пляжу ругалась с русской семьёй и отправляла их куда подальше. На самом деле здесь есть два аспекта, которые мало кто заметил, а, по-моему, вообще никто не заметил. И о них надо говорить. Первый источник этого конфликта, с чего вообще всё началось. Эстонская семья на пустынном пляже отдыхает. Приходит на этот же пляж русская компания, там семья с детьми, видимо, ещё кто-то был. И на этом пустынном пляжу располагается рядом с этой эстонской семьёй. И тут надо очень понимать разницу менталитетов эстонцев и русских. Для эстонца исторически сложилось так, что вот он живёт на своём хуторе, и ближайший хутор от него — это километр-два. Поэтому всё, что вот ближе этого условного километра, эстонцы воспринимают как своё личное пространство. И если у тебя есть возможность не вторгаться в это личное пространство, то тебе лучше этого не делать. У русских немножко другая историческая память. Деревни — более плотное размещение. Города — более плотное размещение. Большинство русских, которые живут в Эстонии, они исторически привыкли к тому, что мы размещаемся как бы плотненько-плотненько-плотненько. И вот с этой привычкой ленинградской коммунальной квартиры, ты, когда оказываешься в ситуации, что рядом с тобой эстонец, который привык чуть-чуть к другому, то неизбежно возникает конфликт. Например, нас с женой тоже очень сильно раздражает, всю жизнь раздражает. Приезжаешь в какой-нибудь торговый центр, магазин, парковка почти пустая. Ты где-то над шейкой ставишь машину подальше, и рядом в радиусе 15-20 парковочных мест никого нет. Идешь в магазин, возвращаешься из магазина, и обязательно прямо впритык к тебе кто-то запарковался. Ну, боже, что мы у тебя полная парковка пустая. Почему ты должен рядом со мной запарковаться? Раздражает. И вот здесь была примерно та же ситуация. Это ни в коем случае не оправдывает те откровенно нацистские высказывания этой дамы. И я очень-очень надеюсь, что все-таки эстонская полиция на это среагирует, потому что такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. И если мы их оставим без внимания, я смогу в будущем совершенно спокойно, откровенно, честно называть эстонское государство нацистским государством. Поэтому в этом видео на самом деле есть еще и второй аспект, на который никто не обратил внимания. Тетушка подошла к этим русским ребятам, к этой русской семье, подготовленная. Она подошла с телефоном, куда была уже выставлена песня. Песня, которую пел Иво Линна в конце 80-х годов. В конце 80-х годов в Эстонии появился цикл патриотических песен, которые написал Матейсон. Это были очень хорошие песни, они очень энергетические такие были. Прекрасные эстонцы до сих пор считают, вот у них есть такая легенда, что вот благодаря этой музыке эстонцы себе насосали, извиняюсь, напели независимость. Вот. И я помню, что мне в свое время тоже нравились эти песни, но среди них была одна, которая меня просто коробила уже тогда. И чем дальше, тем больше она меня коробила. Это песня «Минга у лас Магадэля». Это вот. Давайте послушаем ее в оригинале. Там были такие слова, что среди домов на ветрах бесцельно шатается «мигрант». Что такое «мигрант»? «Мигрант» — это вот как раз в конце 80-х годов, так же, как сейчас русских обидно здесь называют тиблами, вот тогда называли «мигрант». То есть это было очень жесткое оскорбление. И эстонцы с воодушевлением пели эту песню, которая была на самом деле пропитана ненавистью к русским. И вот после этой песни я не могу воспринимать его Линна, хотя он очень хороший артист и шикарный, я всегда его очень любил, но вот после этой песни я его просто не могу спокойно воспринимать, потому что вот это было нагнетание национальной вражды и ненависти. В 2000-х годах этот сборник переиздавался, и во многих переизданиях сборник песен не содержал уже эту песню. И была даже большая полемика, но очень многие эстонцы, и огромная благодарность им за это, они считают, что эта песня не подходит в этот цикл, она не отражает истинного настроения большей части эстонцев, потому что она действительно русоненавистническая. Во многих видео в Ютубе с этой песней вы увидите, что она обрезана, то есть третий куплет, вот самый такой жесткий, враждебный, он вырезан. И это, конечно же, хороший знак. К сожалению, 2007 год, и вот эта провокация с бронзовым солдатом, и последовавшие после этого беспорядки откинули нас обратно, вот туда, в конец 80-х, начало 90-х, откуда мы будем выбираться очень и очень долго. Это все говорит о том, что у искусства очень большая сила. И даже 30 лет спустя, вот у какой-то сумасшедшей бабки эта, по сути, нацистская песня вызвала прилив вот этой национальной ненависти. С этим очень тяжело бороться, но это то, с чем нам предстоит еще очень долго жить. А в конце этого видео я хотел бы обратиться к тому замечательному пацану Стёпе, герой репортажа эстонского телевидения, канала 2, с 1 сентября, где журналистка там его пыталась всячески пытать, и он очень-очень клево ей отвечал. Меня зовут Стёпа, и я по-инстонскому говорю хорошо и именно. Ну, вага я, ухтвеси систи келес. Мне очень хорошее настроение и радость. Я играю со всеми детьми в разные игры, но, может быть, у меня есть много пацанов и много друзей. Хорошее настроение вам в школе, вам в садике и во всех странах. Парень Стёпа просто молодчина. Журналистку, кстати, кто не в курсе, с журналисткой расторгнут договор, и это тоже хороший знак, что всё-таки не все эстонцы, далеко не все эстонцы разделяют вот это русоненавистничество. А тут и маленький стишок посвящения Стёпе. Учи английский, итальянский и японский, китайский и французский. Полезно тоже знать. И помни, Стёпа, также про эстонский. Рабами будет проще управлять. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok